приветствую всех с вами олег саламаха сегодня мы с вами посмотрим как закончились партии тайбрейка 1 16 кубка мира по шахматам который проходит столица азербайджана городе баку внимание на экран формат турнира следующий нокаут система состоящая из 8 кругов с участием 206 шахматистов где 50 лучших игроков сразу получают проход в первом раунде то есть переходит в 1 64 финала кубка мира все матчи состоят из двух классических партий контроль времени составляет 90 минут на первые 40 ходов затем еще 30 минут до конца партии плюс 30 секундное добавление начиная с первого хода случае если матч из двух игр заканчивается ничей то игроки играют тайбрейк и на тайбрейке у нас происходит очень серьезное новшество то есть соперники играют матч из двух партий с контролем времени 25 плюс 10 то есть быстрые шахматы затем если победитель не выявлен матч из двух партий с контролем времени 10 плюс 10 и затем две блиц партии с контролем 5 плюс 3 и одна партия с контролем времени 3 плюс 2 и вот дальше внимание новшества что если все равно ничья то игроки меняют цвета и продолжают играть партии до тех пор пока решающий результат не будет сыгран ну и также на экране вы видите призовой фонд турнира он составляет 1 миллион восемьсот тридцать четыре тысячи долларов из которых сто десять тысяч долларов достаются победителю три лучших игрока также получают право на участие в турнире претендентов фиде 2024 года то есть разыгрываются у нас три путевки на турнир претендентов белыми играл хикару накамура черными играл рамеж бабу прагнананха смотрим с вами первую партию американо-индийского противостояния и надо сказать что сегодня я взял довольно много партий на обзор поэтому некоторые варианты я буду опускать за ненадобностью чтобы вы получили больше полезной информации и так партии был разыгран английское начало вариант четырех коней после рокировка белые сознательно вызывают ход g5 у черных казалось бы что конь на поле h4 гибнет и вот в этой позиции на девятом ходу такое ощущение что хикару накамура просто забыл вариант вот этот форсированный вариант здесь он играет а3 и этот ход уже проигрывает партию на девятом ходу друзья представляете такая вот случилась дебютная катастрофа в то время как правильный ход d4 давал абсолютно равные шансы теперь белые грозят взятием на поле g5 пешки забирать коня нельзя потому что после слон g5 конь на поле f6 теряется и здесь сразу же белые побеждают поэтому после d4 черные должны сыграть h6 чтобы подкрепить пешку на g5 тогда белые играют а3 и после слона 5 разница как вы понимаете в том что пешка уже на поле d4 и здесь белые просто играют конь е3 с угрозой прыгнуть конем на поле f5 черные должны забирать этого троянского коня и белые отыгрывают слона зажимая его пешками на ферзевом фланге и таким образом получалось примерно равная позиция но сыграл а3 хикару накамура и после слона 5 теперь выясняется что конь висит d3 конь бьет d5 cd и просто конь ушел на поле b8 и черные остались с лишней фигурой после d e g h слона 6 водя е8 хикару накамура еще что-то постарался сделать но здесь уже против лома что называется нет приема потому что черные полностью консолидировали свою позицию накамура пытался что-то здесь сделать куда-то прорывался но рамеж баба прагнананха упрощает позицию здесь еще быстрее побеждал ход конь g4 с нападением на пешку на е3 и с угрозой красивого мата например на водя е1 черные жертвует ферзя вот так вот наш 2 и объявляют спертый мат на поле f2 и так рамеж бабу просто упрощает позицию у него здоровая лишняя фигура ну и через несколько ходов хикару накамура признал свое поражение на 33 ходу случилась у нас вот такая вот можно сказать сенсация потому что хикару накамура перепутал варианты в сложном в таком вот форсированном дебюте в форсированном именно варианте да где как раз таки перестановка ходов было абсолютно губительные для него и можно только посочувствовать американскому гроссмейстеру теперь во второй партии ему предстоит попытаться отыграться по заказу черным цветом ну и давайте посмотрим удалось ему это сделать или нет идем дальше белыми играл рамеж бабу прагнананха черным играл хикару накамура теперь юному индийскому дарованию достаточно сделать ничью во второй партии чтобы отобраться в одну восьмую финала кубка мира по шахматам ну и в этой партии на самом деле ничегошеньки не смог хикару накамура противопоставить потому что рамеж бабу прагнананха выбрал стратегию надежности он просто все меняет после ферзь c3 слон d7 ладя d2 у белых еще и позиционный перевес но и тут хикару накамура совсем поплыл все его фигуры стоят неудачно коня вернул зачем-то на поле b8 американский самурай после ферзь c5 напали на ладью ферзь b7 g4 и выясняется что тут еще и беда с конем c6 еще один зевок допускает хикару накамура в этой партии он был совершенно не похож на себя и вообще в этом противостоянии конь b6 просто уничтожает его рамеж бабу висит слон висит конь ну и здесь снова остался без фигуры американский гроссмейстер и в результате очень быстро рамеж бабу прагнананха добивается победы ну здесь находился в состоянии игроги хикару накамура но после хода слона f5 грозит еще и мат поэтому позиция абсолютно безнадежная на сорок первом ходу хикару накамура распрощался со своими мечтами о кубке мира фиде ну а дальше у нас проходит рамеж бабу прагнананха идем дальше белыми играл ян непомнящий черными играл нихал сарин смотрим с вами российско-индийское противостояние в этой партии в первой партии у нас была разыграна сицилианская защита вариант рассолима давайте значит промотаем ходы и я буду останавливаться только на критических самых моментах благо их здесь довольно много и так ян непомнящий довольно неудачно разыграл дебют ферз на поле а3 непонятно что делает и не хал сарин совершенно справедливо вскрывает центр затем перебрасывает ферзя на поле h4 вынуждая ход g3 и жертвует индийский гроссмейстер на поле g3 полностью раскрывая позицию короля я на непомнящего после фе слон c5 ед слон b6 водя b8 нихал сарин еще играет довольно сильно выясняется что бить на поле d8 нельзя после слон бьет f3 там просто мат быстро прилетит белому королю слон е3 играет ян непомнящий наиболее упорно было сыграть водя бьет d3 и на воде бьет b6 ферзь е2 то есть белые отдали фигуру назад лишнюю остались без пешки но еще могут защищаться е5 конь е4 дальше размены ну и без пешки белый остается в тяжелой фигурном эншпиле да у них позиция хуже но защищаться еще можно и так слон е3 водя и f8 и после водя бьет d3 вот здесь наступает критический момент в партии нихал сарин здесь выигрывал в пару ходов но он находился в цитноте и забрал не той фигурой на поле f3 забрал воде и в то время как ход слон бьет f3 побеждал потому что поле едва черные отняли а если король бежит у белых то тогда слон h5 играем и проблема в том что король никак убежать не успевает то что конь на поле f2 висит атакованный ферзем и ладьей а грозит ферзи один шаг и здесь крышка на король f1 просто водя f5 сдваиваются черные по вертикали f и побеждают и так водя бьет f3 теперь непомнящий подключает ферзя к защите и неожиданно король у белых удрал а лишняя фигура белых начинает сказываться здесь снова начались приключения у белых позиция была с большим перевесом здесь уже позиция просто равные после c5 водя бьет f2 слон бьет f2 ферзь бьет f2 шаг король c1 допускает проигрывающий ход на 44 ходу ян непомнящий качели просто адские начинаются мы видим что у белых лишнее качество результате возникло но сумасшедший дом висит на d6 на g6 пока сейчас шаг и надо было отойти на поле d1 здесь белом тогда получался вечный шаг белые просто ничего не могли сделать король не мог уходить далеко по причине слон е4 а если сыграть король b2 здесь то это проигрывает из-за хода слон е4 и здесь сразу же белые проигрывали и то же самое случилось и в партии после король c1 ферзь f4 повезло снова яну непомнящему нихал салин ошибся хотя ферзь е1 король b2 и слон е4 приводила к немедленному выигрышу висит ферзь и висит мат в два хода ферзь b1 король a3 ферзь a1 мат и здесь получается так что кранты потому что ферзь никак не может защитить поле b1 можно сыграть водя c1 но тогда черные просто забирают затем забирают ферзя остается с лишней фигурой и выигранной позицией и так ферзь f4 король b2 слон е4 ферзь бьет d6 теперь после ферзь f2 король a3 ферзь е1 черные угрожают матом в один ход и в этой позиции непомнящий снова ошибается забирая пешку на поле е6 легко побеждал шаг на поле d8 и затем белый просто забирали пешку на а5 и король убегал и так ферзь е6 король h7 ферзь f7 но тут снова судьба улыбнулась российскому гроссмейстеру потому что нихал сарин сыграл король h8 и этот ход проигрывает партию король h6 приводил к ничьей ферзь f4 g5 на ферзь f6 король h5 и наводят c4 защищая поле a1 от мата и поле c1 от шаха здесь просто слон d3 играют черные и выясняется что они отыгрывают качество потому что если водя уходит на поле значит с вертикали c то тогда шах очень неприятно идет на поле c1 и там пешка на c5 падает но если водя уходит на c3 то это вообще проигрывает из-за ферзь a1 мат король h8 сыграл не халсарин теперь дает шах я не помню еще на f6 и после короля h7 играет водя c4 и здесь как вы понимаете разница в том что черные не успели сыграть g5 слон не может пойти на поле d3 потому что висит пешка на h4 с шахом и здесь конец h3 ферзь e5 еще и связка и после ферзи 1 сделал этот ход не халсарин но не успел пережать часы и проиграл и так я не помнящий в такой мощнейший сложнейшие схватки в диких качелях одерживает победу и выходит вперед идем дальше белыми играл ни халсарин черным играл я не помнящий вторая партия теперь я ну не помнящему необходимо попытаться сделать ничью черным цветом чтобы пройти в одну восьмую кубка мира по шахматам получилась позиция из дебюта ларсона белые добровольно лишились рокировки 0 рокировку они сделали искусственную после c5 h5 идет интересная обоюдоострая игра на флангах c4 конь f4 c6 h6 после g6 вот здесь ошибается снова индийский гроссмейстер играя конь c2 он прицеливается к пешке на поле f6 но это очень он плохо сыграл потому что пусть пускает коня на поле f5 после чего повесен пешка на е3 здесь надо было сыграть bc на слон c5 черные нападали на пешку на е3 лучше всего увести короля в безопасное место дальше такой вариант слон бьет е3 конь d3 dc конь е4 теперь нельзя забирать как значит коня по причине конь бьет f6 шах и затем конь d7 с вилкой потому что будет скрытый шах поэтому слон d4 находится такое спасение ну и после король a1 слон b2 конь b2 ферзь е5 черные защищают пешку на f6 и получается позиция сложнейшая но примерное равенство теперь давайте вернемся после конь c2 играет непомнящий конь f5 атакуя пешку на е3 ферзь бьет c6 и ладья c8 и выясняется что ферзь у белых здесь заблудился ферзь d7 ладья c7 играет ян непомнящий опять же куда деваться бедному ферзю находит очень интересное тактическое решение не хал сарин конь h5 конечно за такую тактическую изворотливость надо ему лайк поставить прямо сейчас под этим видео потому что выясняется что ферзя забирать нельзя так как белые возьмут на f6 шахом затем на d7 с шахом и затем еще и на b8 такая красивая коневая комбинация но шахматы не шашки брать не обязательно непомнящий находит единственный выигрывающий ход слон е5 защищая пешку на f6 он бьет е5 fe и теперь конь f6 король h8 шахи заканчивается ферзь висит после ферзь а4 черные забирают пешку на е3 нападая на ладью затем накатывают пешки ну и здесь позиция уже совершенно безнадежная у белых черные полностью мобилизовались напали на пешку конь бьет d4 не хал сарин уже с горя отдает фигуру но после ферзь е5 это еще и двойной удар то есть он остается без двух фигур в итоге ну и после же 5 здесь он признал свое поражение поскольку если забрать на и в 5 то теряется водя на d4 в общем здесь случился у нас в матче разгром со счетом 2-0 российский гроссмейстер я не помнящий одерживает победу и выходит в одну восьмую кубка мира по шахматам браво я идем дальше белыми играл парха максуду черным играл янг шиштоф дуда смотрим с вами ирана польское противостояние в первой партии у нас была разыграна русская партия здесь давайте опять же дебют промотаем русская партия славится своей огнеупорностью позиция получается примерно равной ну и дальше парха максуду захватил инициативу внедряя коня на поле g7 тут конечно янг шиштоф дуда ошибся и поле е8 прихватил затем он просто захватывает вертикалье и у черных начинаются серьезные проблемы но потом парха максуду ошибается сейчас вот я вам покажу вам этот момент после водяев 8 черные стоят делать им совершенно нечего белый постепенно пытаются усиливать позицию маневрируют и после ферзь c1 ферзь c7 ферзь е1 ферзь d7 a3 ладья 8 ферзь b1 король g8 ферзь е1 король f7 маневры пока по-прежнему продолжаются давайте здесь еще немножечко промотаем ну и наконец белый заходят ферзем за пешкой a4 и это оказалось ошибка после король g8 надо было срочно возвращать ферзя назад но забирает пешку на a4 парха максуду и теперь после хода кони в 7 выясняется что пешка на поле a6 падает а за ней висит конь на поле g7 срочно назад теперь пешка потерялась и конь подвис дальше черные перехватили инициативу и начались настоящие качели после конь g3 конь g5 шах король g7 здесь можно было победить ходом ферзь бьет h4 с угрозой взять коня и с угрозой шаха конь е6 король f7 повторяет позицию парха максуду конь g5 король g8 и находит интересное решение ферзь d6 после ферзь d6 cd конь бьет е2 d7 белая пешка вот-вот превратится ферзя водя b8 конь е6 получается так что белый получают коневое окончание с отдаленной проходной пешкой а и здесь у черных было этюдное спасение которое яншиш тавдуда не нашел он сыграл король f7 этот ход очень быстро проигрывает потому что белые превращаются ферзя и затем играют a6 и король никак не успевает вместе с конем эту пешку задержать а к ничьей после хода конь е6 приводил ход конь f4 такая обратная отдача коня ну выясняется что если забрать то тогда черный успевают пешку на d7 скушать d8 ферзь взяли-взяли тогда даем шах и успеваем конем на поле b4 защитить пешку на c6 и не пустить пешку на 6 и получается крепость черные вынуждены в итоге все-таки отдать пешку на c6 но король их подтягивается и вот это как утверждает компьютер непробиваемая крепость хотя с человеческой точки зрения борьбы еще вагон ну а партия закончилась после того как белая пешка устремилась ферзи и так парха мук суду одерживает победу в первой партии идем дальше белыми играл янг шиштоф дуда черным играл парха мук суду вторая быстрая партия и в этой партии теперь польскому гроссмейстеру необходимо отыграться поскольку если будет ничья то он вылетает с кубка мира а напомню что именно польский гроссмейстер янг шиштоф дуда является настоящим обладателем кубка мира по шахматам в две тысячи значит двадцать первом году он как раз этот титул и получил то есть завоевал этот кубок здесь после хода конь d2 ферзь d4 вернемся к партии значит парха мук суду ошибается надо было сыграть ферзи 6 и держать пешку на поле е4 но ферзь зашел в тылы теперь белые его просто меняют и сохраняют мощнейшую пешку d и дальше получается позиция где у белых просто стратегически выиграна оказалось в результате белые получают дармовой заезд но и ничего не смог сделать здесь парха мук суду все пешки посыпались и янг шиштоф дуда легко добивается победы две пешки это большой перевес после король е4 цукцванг в пешечное окончание нельзя переходить потому что белые путем коротность f5 затем прорвутся и выиграют это пешечное окончание ну а так черный в полном цукцванге поэтому здесь парха мук суду сдался и так янг шиштоф дуда проявил чудеса значит такие вот железную волю к победе чудеса в нагнетание как раз таки напряжение и сумел отыграться поэтому эти соперники идут у нас дальше и будут играть более укороченный контроль идем дальше белыми играл петр свитлер черными играл ниджа табасов в этой партии у нас было противостояние значит фиде против азербайджана и партия давайте просто я ее промотаю завершилась на самом деле очень неожиданно потому что примерно равные позиции петр свитлер допускает грубейший зевок ход слон g5 в то время как ход солнце 7 сильный со стороны белых приводил к примерному равенству теперь висит солн это перекрытие coin d8 единственный ход за черных и тогда белый просто играют водя е1 защищая коня на поле е4 у черных здесь лишняя пешка но белые могут еще упорно обороняться сон же 5 же проигрывает потому что теперь конь е5 играет ниджа табасов слон нападает на коня коню некуда уходить особо все повисло у белых конь d6 играет петр свитлер и после слон бьет д6 слон бьет б7 белые фигуру то отыгрывают но после солнце 5 двойной удар сразу же заканчивает партию так как теперь атакован ферзь и висит пешка на поле f2 и это сразу же конец а на взятие последует конь f3 шах и выигрыш ферзя скрытым ударом короче после хода слон c5 на двадцать седьмом ходу петр свитлер проигрывает а поскольку это была вторая быстрая партия первая партия закончилась в ничью петр свитлер выбывает с кубка мира а вот ниджа табасов представитель страны как раз таки хозяина этого кубка мира продолжает свое выступление отбираясь в одну восьмую этого самого кубка мира по шахматам идем дальше белыми играл домараджу гукеш черный играл андрей есипенко и так первая партия между этими соперниками завершилась в ничью и во второй партии случился настоящий коллапс получилась у нас примерно равная позиция возникшие из новоиндийской защиты здесь давайте несколько ходов промотаем поскольку черные получают слабость в своем лагере на поле c5 и белый начинают на эту слабость давить в результате андрей есипенко получает пассивную позицию и ходом ладя d8 стремится упростить игру и этот ход проигрывает партию правда здесь ему опять же повезло андрея есипенко который уже раз в этом противостоянии ладья бьет d8 также ошибается и домараджу гукеш удар слон бьет c5 сразу же приводил к победе потому что это перегрузка так как ферзем бить нельзя в конце ладья висит на поле d8 и так ладья бьет d8 ферз d8 в результате белый съедает пешку на е4 но черные хоть и остались без пешки но с слонами получают очень активную игру результате получается примерное равенство ну и дальше случилось действительно настоящая катастрофа потому что в этом примерно равном окончании неожиданно после конь е6 андрей есипенко зевает ходом слон d7 грубейший зевок на самом высоком уровне просто зевнул вилку российский гроссмейстер в один ход домараджу гукеш не мог поверить своему счастью но в результате все-таки фигуру забрал и легко одержал победу вот такой вот можно сказать глупое поражение от андрея есипенко и поскольку это была вторая партия то шанса отыграться у него уже не было и увы и ах но российский гроссмейстер и есипенко вылетает с кубка мира а дальше проходит 17-летний вундеркинд из индии домараджу гукеш идем дальше белыми играл магнус карлсон черными играл винсент камер друзья сейчас попрошу вас приготовить валидол поскольку то что вы будете наблюдать в последующих двух партиях я думаю прибавит вам седых волос и нервных клеток поэтому я вас предупредил волокордин валидол в общем не знаю валерьянки можете принять поскольку в этом противостоянии будут такие качели которые мы давно с вами не видели и так разыгран был ферзевый гамбит разменный вариант магнус карлсон отказывается от рокировки делая искусственную затем получается позиция где сохраняется примерное равенство карлсон прорывается по центру винсент камер все делает грамотно крепко ну и в результате после водя c1 здесь винсент камер ходом слон g7 проигрывает партию причем сам своими руками он нападает на пешку на d4 но теперь магнус просто отводит слона на е3 а угроза водя c5 со стороны белых теперь уже очень серьезная плюс еще вторжение на поле c7 грозит с двойным ударом на пешку на б7 и на f7 вместо ужасного хода слон g7 давала легкую ничью ход водя е2 на водя c7 бьем на b2 отдаем пешку на f7 но ничего страшного здесь взаимные перебои белые в результате получают даже две лишних пешки но крайняя пешка а черных настолько опасно что здесь спасение должны искать уже белые они черные и так слон g7 слон е3 теперь после водя е4 водя c5 просто получает выигранное окончание магнус карлсон с двумя пешками самоходками и вот представьте друзья что дальше магнус карлсон умудрился это окончание не выиграть после король е3 король е5 вот здесь он допускает чудовищный зевок совершенно не характерны для его уровня f4 шах и позволяет просто королю пробраться на поле g4 в то время как простой и тихий ход f3 побеждал поскольку мы теперь просто передаем очередь хода сопернику и как ходить у черных постепенно ходы просто кончаются если сыграть f5 но если король уходит то король проникает как я нарисовал стрелочками на d4 или на f4 а если сыграть f5 то тогда шах отгоняем короля и дальше белые просто легко одерживают победу образуя проходную пешку и черный ничего здесь сделать не могут постепенно белый просто съедят все пешки на королевском фланге и в центре у черных и так f4 шах допускает чудовищную ошибку магнус карлсон теперь король съедает пешку аж и черные получают свое распоряжение мощнейшую проходную которую еще не так-то просто остановить потому что водята держит поле h1 в результате магнусу карлсону пришлось отдавать ладью за эту самую пешку и спасаться в окончании король и пешка против води но к счастью для чемпиона мира экс чемпиона мира это окончание получилось ничейным и доигравшись до голых королей соперники зафиксировали ничью обиднейшее упущение экс чемпиона мира который получил выигранную позицию но затем упустил все шансы на победу идем дальше белыми играл винсент каймер черными играл магнус карлсон во второй быстрой партии белые фигуры принадлежали гроссмейстер из германии ну и здесь приключения продолжились была разыграна у нас защита немцовича черные получают опять же позицию по дебюту вполне себе нормальную вот здесь после е4 сон f6 ладья е8 находит магнус карлсон такой еще тонкий ход слон бьет g7 ед ферзь d2 ладья g8 f6 ладья е4 и тут ходом ладья b e1 винсент каймер ошибается надо было просто забирать пешку на поле d3 ладья е1 он играет теперь ладья бьет е1 ладья бьет е1 и тут черные побеждали ходом ферзь f5 черный просто защищали пешку на d3 грозят теперь взятием на поле c4 конем она ладья d1 ладья е8 и выясняется что нельзя бить пешку на поле d3 так как будет ладья е1 отвлечение ладьи и выигрыш ферзя прошу прощения и выигрыш ферзя черные легко побеждают но вместо этого после ладья бьет е1 ладья е8 играет магнус карлсон теперь винсент каймер вновь уравнивает позицию переводя игру в окончание ферзь со слоном против ферзя с конем после ферзь е3 король h1 ферзь е4 h3 белый делают форточку f5 играет магнус и тут ходом ферзь f3 винсент каймер снова проигрывает партию поскольку выясняется что окончание конь против слона у черных выиграно так как белый теряют пешки на ферзевом фланге здесь надо было сыграть слона 6 на конь бьет c4 вернуть слона на f4 отдать пешку на d5 но после ферзь е1 фигуры белых очень активны пешка на h4 висит ферзь грозит на поле е8 вторгнуться ферзь е4 ферзь бьет h4 ну и здесь черные могут сырать конь е3 с угрозой маты на g2 и вынудить какой-то там вечный шах в общем здесь во всех вариантах получается вечный шах черному королю и так f5 ферзь f3 грубая ошибка от винсента каймера теперь магнус карлсон получает вдрызг выигранное окончание и дальше белые ведут пешку h черные съедают весь ферзевый фланг король g2 конь b2 король g3 конь бьет c4 три связанных проходных пешки должны обеспечить черным легчайшую победу король f4 b5 король бьет f5 b4 и после хода король е4 вот здесь ошибается магнус карлсон снова абсолютно выигранная у него была позиция и он играет a5 и этот ход выпускает победу b3 с угрозой b2 король d3 и теперь уже опять просто приводила к легкой победе нету хода слона f6 чтобы задержать пешку а пешка идет еще дальше а нельзя брать соответственно коня причине b2 и пешка проходит итак король е4 опять потерян важнейший темп теперь h6 король g6 и тут винсент камер снова ошибается делает проигрывающий ход слон е7 в то время как ход h7 спасал его на король бьет h7 играем король d5 нападаем на коня на b3 играем слон f6 успеваем прихватить поле b2 висит конь на поле c4 b2 и тогда получается окончание ничейная потому что черные не могут удержать пешку а никоим образом после король б4 белые грозят напасть на коня и на пешку и добиться ничьей и так король g6 слон е7 и тут ходом конь d2 также ошибается и магнус карлсон в абсолютно снова выигранной позиции но правда выигрыш бы уже довольно таки непростой b3 и на король d3 единственный ход побеждает конь е3 отнимаем поле c2 грозит b2 и выясняется что чтобы задержать пешку надо играть король c3 но тогда подставляемся под вилку и черные побеждают в общем было это непросто найти конь d2 играет x чемпион мира и теперь партия заканчивается в ничью результате белый король проникает забирает постепенно пешки винсент каймер ну и получается позиция которую соперники доиграли практически до голых королей здесь на пятьдесят шестом ходу снова была зафиксирована ничья да друзья вот это матч магнус карлсон вот просто знаете футбольным термином каждый раз он оказывается один на один с воротарем получает голевой момент и каждый раз попадает либо в штангу либо вообще пинает мяч мимо ворот не знаю мне кажется сколько веревочки не виться все равно должно все это когда-то закончится но также есть опасность и футбольного принципа ведь если не забиваешь ты то могут забить тебе так или иначе но противостояние двух этих шахматистов продолжается поэтому идем дальше белыми играл пархам мук суду черным играл янг шиштов дута смотрим с вами еще раз противостояния ирана против польши но в этот раз уже соперники играют с контролем 10 минут и 10 секунд добавления на ход снова была разыграна русская партия и давайте здесь особо ничего интересного опять же по дебюту не было остановлюсь только на критическом моменте то есть мы видим что у белых изолированная пешка на поле d4 и парха мук суду сразу же совершенно справедливо от нее избавляется и затем получается так что здесь бить нельзя на поле е8 и за ферзь его симат поэтому получается позиция где вроде бы абсолютное равенство ну и вот эту позицию сумел проиграть парха мук суду иранский гроссмейстер давайте я сейчас покажу вам момент где он ошибся то есть король у белых чересчур активно пошел пешку белые потеряли но и вот здесь после ферзь f2 ферзь е3 ферзь бьет h4 мы видим что уже без двух белые и тут после ферзь е5 конь g8 конь d6 ферзь f2 шах король d5 чересчур амбициозно и этот ход как раз таки привел к катастрофе надо было все-таки короля приструнить и держать его на поле d3 после чего выясняется что здесь все-таки позиция белых достаточно опасная сейчас на там конь е8 где-то ферзь g7 мат грозит и несмотря на все лишние пешки черные здесь не могут никак усилить свое положение король d5 теперь h4 пешка h пошла король у белых куда-то полез в результате черные его шахуют в собственном лагере и король скрывается на поле d8 но после хода конь g4 и h2 пешка h превращается ферзя конь d6 шах король c7 конь f2 захватывая поле h1 и грозя превращением ферзя ну и здесь на 65 ходу пархам их суду сдался вторая партия между двумя этими шахматистами завершилась ничью и дальше в одну восьмую кубка мира проходит у нас польский супергроссмейстер янг шиштоф дуда идем дальше белыми играл линьер домингес черными играл родослав вайташек смотрим с вами американо-польское противостояние тоже контроль 10 минут и 10 секунд добавление на ход первая партия завершилась в ничью а вот во второй партии у нас белыми фигурами играл линьер домингес и он добился довольно перспективной позиции у черных слова пешка на поле d6 и черные сразу же от нее избавляются путем d5 после чего получается так что белые пытаются организовать атаку но и черные здесь вот грубо ошиблись ходом ферзь c5 надо было сыграть ферзь f6 чтобы пешка на f6 не пошла но недооценил эту угрозу родослав вайташек и в результате белые здесь захватили инициативу и получили страшные силы разгромную атаку здесь конечно были было много неточностей но чтобы сэкономить ваше время давайте просто посмотрим финал этой партии белые напали на ферзя и на поле е8 и здесь зевнул мат родослав вайташек после ферзь a5 ладья е8 шах на ладья бьет е8 будет ферзь бьет е8 мат и так американский гроссмейстер линьер домингес проходит у нас следующий круг ну а мы с вами идем дальше белыми играл василий иванчук черными играл вахап санал все предыдущие партии между этими шахматистами проходили в очень острой борьбе но заканчивались в ничью и так вторая партия с контролем 10 минут и 10 секунд добавления на ход белыми играет украинский гений шахмат василий иванчук разыграна была защита грюнфельда и надо сказать что василий иванчук захватил инициативу в дебюте зажал центр и у черных получилось очень пассивная позиция ход е6 крайне неудачный со стороны вахап санала теперь слон на поле всем вообще супер тупой и белые могут выбирать где атаковать могут двигать пешки на королевском фланге могут на ферзиум как начал это делать василий иванчук в результате черным нужно что-то делать иначе они просто задохнуться и вахап санал пытается рассчитать позицию на королевском фланге но на самом деле выясняется что все это на руку белым они вскрывают королевский фланг уводят короля чтобы вывести ладью на оперативный простор и тут вахап саналу надо было сыграть король h8 уводить короля из опасной зоны но он сыграл неудачно водяев 7 последовал водя g1 с угрозой прорыва f5 и на водя g7 f5 и тут конечно василий иванчук в полной красе выступает очень красиво обыгрывает своего соперника еф играет вахап санал если сыграть слон бьет f5 то следует слона 6 бить на поле g1 тогда король там быстро мат получит ну а если сыграть например водя g6 то слон h5 продолжают значит нападать белые слоны на черную водю и здесь белые побеждают после f5 еф слона 6 теперь белые напали на водю и черные остались без качества и дальше василий иванчук блестяще доводит партию до победы он все съедает получает позицию с лишним качеством и в результате меняет ферзей и после водя g1 на 48 ходу вахап санал признал свое поражение ну что ж поздравляю всех украинских болельщиков с тем что их ветеран шахмат василий иванчук проходит в одну восьмую кубка мира по шахматам идем дальше белыми играл магнус карлсон черным играл винсент камер наконец посмотрим с вами чем же закончилась эта эпопея с дикими качелями противостояние двух этих гроссмейстеров вторая партия с контролем 10 минут и 10 секунд добавления первая партия завершилась в ничью и во второй партии у нас была разыграна испанская партия архангельский вариант дебют проматываем и остановимся на критическом моменте белые прорываются по центру черные получают довольно крепкую позицию и вот после хода слон c2 здесь черным надо было сыграть спокойно ладья е6 чтобы защитить коня но здесь ладья b4 сыграл неудачно винсент камер увел ладью вроде бы нападает на пешку на b2 но магнус бьет на поле g6 и затем жертвует на поле h6 свою фигуру выясняется что случае взятия тогда следует шах ладьей и после короля h7 ладья е1 угроза ладья е7 с выигрышем ферзя и плюс еще и все фигуры у белых здесь принимают участие в разгромные атаки там на в частности ферз d5 грозит с матом на поле g8 в общем здесь черные не выживают после слон бьет а6 слон f5 играет винсент камер дальше начинается у нас новый виток борьбы и в результате все-таки магнус карлсон получает небольшой перевесик после ферз d6 слон бьет f3 gf слон а5 ладья е4 ферз b3 вот здесь ошибается винсент камер сильнее было сыграть ферзь f7 чтобы защитить пешку на g6 и защитить вернее напасть на пешку на поле f3 ну и случае ладья f4 можно просто увести ферзя например там на поле е8 и так ферзь b3 слон е3 слон b4 король g2 ферзь f7 ладья f4 теперь после ферзь е8 ладья бьет f8 ферзь бьет f8 забирает пешку на поле g6 магнус карлсон получает лишнюю пешку плюс пешка на поле c5 у черных слабая и забирает и вторую пешку магнус карлсон ну а с двумя лишними пешками в ферзиум эншпиле экс чемпион мира особенно опасен тем более что позиция техническая и дальше все-таки не оставляет шансов магнус карлсон больше никаких ошибок он не допускает и постепенно накатывает пешки и доводит белыми партию до победы здесь после ферз d3 шах любому уже оставались белый с двумя лишними пешками но ферзь d3 моментально проигрывает так как черные зевают то что ферзь попадает под размен и в результате белый легко побеждают и так все-таки сила мастера то есть экс чемпиона мира взяла верх над юным германским шахматистом который очень упорно сопротивлялся но все-таки магнус карлсон одержал победу и выходит в одну восьмую кубка мира по шахматам ну что ж друзья мы с вами посмотрели все самые интересные поединки и теперь давайте посмотрим формате бегущей строки кто как сыграл остальные участники и состав 1 8 кубка мира по шахматам внимание на экран и Субтитры подогнал «Симон» Друзья, если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Для вашего удобства, если вы щелкнете на левую конечную заставку, то вы увидите обзор предыдущего тура супер турнира Кубок Мира Фиде. Справа будет обзор следующего тура. Все сделано для вашего удобства, чтобы вы не потерялись и посмотрели все соревнования целиком, находясь на моем канале. Надеюсь, что вы это цените. Если вам все понравилось, то пишите комментарии, делитесь этим видео, проявляйте активность. Для вас же работал и комментировал Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем счастливо!